Против воздержавшейся принято. 21-я поправка Хабаровского регионального отделения предлагается поддержать поправку. Кто за? Кто за? Прошу опустить. Против воздержавшейся принято. Кто за? Давайте поддержим, потому что фотографы любят очень красивое такое зрелище. Возникает прямой вопрос, что делать нам в партии народной свободы, которая не допущена выборов. Мы с Немцовым и Рыжковым и предлагаем, первое, признать выборы эти не свободными, а второе, там много, но второе главное, что фактически ставить крест на этой власти. Поставим крестики в каждой точке, в каждом окошке или перекрестим этот бюллетень полностью. Давайте каждый выразит свой протест тем способом, который для себя считает приемлемым. Только не будет голосовать за Единой Россию. Мы с уважением относимся к позиции тех, кто по морально-этическим принципам не может голосовать за системной партией. Мы эту позицию понимаем. Просто факт в том, что она реально в меньшинстве, на основную массу настроения в оппозиции она сегодня не повлияет. Но мы с уважением к этому относимся, готовы пойти на вот этот зонтичный компромисс. Вместо этого вам предложена жесткая резолюция, которая призывает портить бюллетеней. У нас очевидна ситуация три первонамута. То есть у меня нет шанса перебадать вот трех коллег, которые обо всем договорились. Я могу сделать вам подарок. Я не буду выдвигаться в новое руководство партии. При этом призываю всех членов партии, которые меня поддерживают, представители День выборов, в партии оставаться. Это очень важное и ценное достижение, что нам удалось собрать 46 тысяч членов. Хорошо, что такая партия существует на российской политической сцене. Плохо, что ее лидеры сегодня разворачивают партию не туда, в совершенно неправильном направлении. Но предложение у меня простое, коллеги. У нас наступит 5 декабря, день, когда подсчитают результаты парламентских выборов, где будет ясно, какой сокрушительный разгром потерпело вот это самое движение нах-нах, порча бюллетеней и так далее. Будьте честны со своими коллегами, вот все трое. Михаил Касьянов, Борис Минцов, Владимир Рыжков. 5 декабря, если мой прогноз подтвердится, подайте в отставку добровольно. Для меня аргументы 1%, полупроцента. Эти аргументы вообще не имеют никакого значения. Что такое 1% людей, которые сознательно встали, пришли на избирательные участки, перечеркнули бюллетень, написали «далой в власть воров» или «верните выборы гады». Друзья, это 600 тысяч человек, при явке 50 с чем-то процентов, 600 тысяч человек, протестующих против этого беспредела. Если выборы нелегитимны, то как же мы говорим «б», давайте голосовать за любую другую партию. Оно одно с другим, никак, извините. И если мы признаем эти выборы нелегитимными, то голосование за любую другую партию, это голосование за систему. И за легитимность путинского режима. Мы должны, подчеркиваю, продолжать работу по сплочению партии, по развитию партии и по пропаганде идей партии, программы партии в народе. Мы находимся на верном пути за свободу, за Россию без произвола и коррупции. Уверен, мы победим. Спасибо.